Ваша недвижимость может перейти в собственность окупаса, то есть человека, который незаконно проник в эту недвижимость. Как это возможно? Сейчас расскажу. Вообще, тема окупаса в Испании, она такая очень животрепещущая. На тему проблем окупаса в Испании, даже главный судья Испании выпустил целую книгу. С одной стороны, у нас получаются владельцы недвижимости, которые говорят, ребят, ну как бы, что за фигня, мы владеем этой недвижимостью, в нее залазят какие-то непонятные люди, ей там живут, либо арендаторы, которые просто перестали платить, соответственно, стали окупасами, там живут, ни за что не платят, а мы в итоге бегаем по судам и пытаемся их выселить. Потому что если просто прийти и выгнать их с дубинкой, то вы тогда еще и откажетесь подсудными, они на вас еще и в суд подадут. Вызывать полицию в большинстве случаев бесполезно, потому что полиция просто разведет руками и скажет, ну блин, мы ничего не можем сделать. И вот этот весь процесс выселения занимает примерно от года и выше. Кстати, у окупасов есть уже свои касты, которые защищают этих окупасов, то есть предоставляют им хороших адвокатов, предоставляют им целые методички, как делать так, чтобы вас не выселили. Даже более того, вот я в прошлом видео записывал, окупасы оккупировали коммерческую недвижимость и сделали там курсы по оккупации недвижимости. С другой стороны стоит правительство, которое говорит, ребят, ну как бы да, хорошо, но у каждого человека есть право на жилье. В Испании, кстати, принято, если вы приехали в Испанию без контракта на работу, то с вас могут взять спокойно за год проживания, а потом недобросовестные арендодатели могут прийти и сказать, ну знаешь, мы как бы решили продавать, либо мы решили повысить, в общем, ты съезжай просто и все. И чтобы защитить вот эти вот малозащищенные слои, испанские законодатели придумали вот этот закон, который позволяет окупосам окупировать территории. Плюс есть еще одна большая проблема. В Испании очень много недвижимости, в которой просто не живут люди. То есть, ну, к примеру, человек купил себе 10 квартир в Испании, 20 квартир в Испании, их закрыл, уехал к себе на родню, там либо посадили, либо прибили, и все. Эти квартиры стоят пустуют, в них никто не живет, налоги не платят, ничего не платится, долги растут. Что делать с этими квартирами? Вот испанцы и придумали. Человек оккупирует недвижимость, платит все коммунальные сборы, все налоги платит с нее, живет там 5 лет. Если хозяин не объявляется, он идет в суд, подает заявление о признании собственности. Некоторые подписчики говорят, что в Барселоне самой мэрии преподают курсы о том, как защититься от выселения. Не знаю, правда или неправда, вы напишите, кто там в Барселоне. То есть, если он платил налоги за это жилье, если он платил всю коммуналку, если хозяина квартиры, хозяина дома, хозяина вот этой недвижимости нет в стране, его никак не могут найти. То суд может признать человека, который изначально оккупировал это жилье, собственником данного жилья. Как вы думаете, это правильно или неправильно?